С корабля на бал. Именно таким известным выражением можно описать открытие фестиваля Атом ТВ, где собрались юные журналисты проекта школы Росатома. Еще утром 17 октября мы были в городе Красноярск, а уже к обеду мы находимся в городе Москва на Красной площади. Москва нас встретила хорошей погодой, и мы прямиком отправились на Красную площадь. Наш оператор Максим впервые был в Москве, поэтому его переполняли новые эмоции. Кремль, Мавзолей, Собор Василия Блаженного, ну и, конечно, Макдональдс. Сразу же после этого нас встречает гостиница Вега, которая стала гостеприимным домом для юных журналистов на ближайшие два дня. После заселения в гостиницу состоялось открытие фестиваля. В маленьком зале поленов количество камер на единицу площади зашкаливало. Было ощущение, что мы находимся на пресс-конференции какой-то мегазвезды. Но здесь и были звезды. Организаторы и эксперты проекта Атом-ТВ. Инна Прохорова и Дмитрий Львов. Я поздравляю вас, что Атом-ТВ вышла, фестиваль телевизионной журналитики Атом-ТВ вышла на такой уровень, что ядерные дети в ядерной столице. Посмотрим, как она будет светиться ночью. Сегодня нам, как видимо, не спать никому. Открытие фестиваля прошло в формате мастер-класса по операторскому искусству. Участники долго расставляли камеры так, чтобы никому не мешать. Вот расположение операторов вдоль стен. Жанна Колюхова провела мастер-класс по написанию лангридов. Это такой формат мультимедийных статей, из чего мы узнали, что о сложных вещах можно писать легко и с юмором, вставляя фото и видео, так, чтобы это было всем понятно. В завершении первого дня прошла игра «Перекресток». Одним из героев этого вечера стал наш оператор Максим. Это был достаточно новый опыт выступать перед большой аудиторией. Мне было трудно и волнительно отвечать на такие сложные вопросы. За меня проголосовало много людей, ребят и педагогов, за что я им благодарен. Второй день московского этапа фестиваля «Атом-ТВ» был посвящен экскурсиям. Мы побывали в Совете Федерации и телецентре «Останкино», в местах, которые мы раньше видели только по телевизору, и даже мечтать не могли, что окажемся по другую сторону экрана. Побывав в месте, где создается настоящее телевидение, мы, юные журналисты проекта «Школа Росатома», зарядились энергией и получили дополнительную мотивацию к достижению новых вершин в журналистике. Никита Дебус, Максим Лисеменко. Специально для канала проекта «Школа Росатома» «Атом-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова